Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас Санта-Фе четвертого поколения, 19-го года выпуска с пробегом 8,5 тысяч километров. Давайте-ка посмотрим вместе с вами, в каком состоянии сейчас находятся шлицы углового редуктора и есть ли там смазка, потому что по информации от представительства говорят, что там все должно быть смазано. Вот нам самим стало интересно и мы решили все это дело проверить и вам показать. Дмитрий у нас уже приступил к разбору полного привода. Все свежее, блестящее и красивое. А мы с вами давайте попробуем оценить состояние по низу у автомобиля. Он свежий, новый, все тут целое, ничего в глаза не бросается. Все живое. Полез только руки из Амазон. Система полного привода Аштрак типа. Кто знает, напишите отличия. Сняли угловой редуктор и на шлицах у нас, да, следы смазки имеются. Давайте-ка попробуем пальцометром. Опа, да, смазка есть. Да, в небольшом количестве, но она присутствует. Ну, связано это, скорее всего, с тем, что наносит ее все-таки в промышленных масштабах. И если, представляете, вот на автомобиле там сотни тысяч штук в год выпускается, то эти тонны смазки туда должно уходить. Поэтому тоненьким слоем, видите, размазывают по всем, по всем шлицовым соединениям. Ну, и давайте посмотрим с вами на состояние шлицов в коротких передачах. Смазки, как видите, точно так же здесь присутствуют в небольшом количестве. И надо отдать должное инженерам Hyundai то, что они прислушиваются к мнению своих потребителей, учитывают их негативные мнения и вносят конструктивные изменения. В частности, да, стали наносить смазку на эти шлицы, что, в принципе, не может не радовать. Ну, а вал промежуточный, вот он лежит перед нами, он не помазан. Хотя к нему и так-то никогда больших проблем-то не было. Ну, и не мажут, наверное, как я уже сказал лучше, просто эти промышленные масштабы. И никто не заморачивается этим вопросом, просто экономит эту смазку. Ну, а мы все-таки решили помазать шлицы чуть побольше смазки. Не пожадничали, в отличие от Hyundai-овцев. Ну, мы не в таких промышленных масштабах это делаем. Ну вот, друзья, мы посмотрели вместе с вами на состояние шлицов, углового редуктора и коробки передач на Santa Fe четвертого поколения. Мы констатируем о том, что смазка там, хоть и в небольшом количестве, но присутствует. И насколько долговечным этот узел окажется на четвертом поколении, покажет только время. А вы пишите комментарии. Если ваша машина уже прошла больше 100 тысяч и вы снимали этот угловой редуктор, напишите нам об этом в комментариях, нам будет очень интересно почитать. Ну, а я спешу вам напомнить, что вы смотрели канал ОМЗАП. С вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok